Всем привет, ребят! Меня зовут Ольга Ерунилова. Я эксперт по управлению реальностью с помощью своих мыслей. И я украинка. Сейчас это особенно важно, потому что в данный период времени, когда я записываю это видео, в моей стране идет война. И, конечно же, я, как и все украинцы, и как люди многочисленные, которые живут в разных странах, переживаю это. Переживаю так, как могу. И у огромного количества украинцев сегодня очень большие внутренние конфликты, проблемы, потому что никто из нас не был готов к той ситуации, которая произошла. И я бы сегодня хотела поговорить о том, насколько вы нормальны. Я часто слышу, что сейчас мои знакомые, подруги уже не понимают, что нормально. Нормально сейчас жить обычной жизнью, но как? Если в стране идет война, если ты находишься вне дома или постоянно с тревогой, если твой муж воюет, или если твой муж остался в другой стране, и ты сейчас вынужден из детей. Каждый, каждый переживает свой опыт. И нету тех, кому легко и тех, кому сложно. Нет таких людей сегодня. Конечно, я не беру наших воинов, людей, которые находятся на передовой. Я говорю об обычных людях. Нам всем сегодня непросто. И я бы хотела сегодня поговорить как раз про тех, кому непросто сильно и кто уже либо стесняется об этом говорить, потому что смотрит на кого-то, например. То есть тут две картины. Либо он находится в серьезных страданиях, уже ни на кого не смотрит, потому что один воет, и простите, все остальные. Либо же это состояние, когда тебе кажется, что тебе одному плохо, а все продолжают жить нормальной жизнью. Ты вроде заходишь в Инстаграм, они там все живут, там ездят куда-то, что-то ходят, а тебе плохо. Так вот я вам хочу сказать первый очень важный момент. Сегодня вы получите разрешение на это плохо. Но я хочу сказать несколько моментов. Первое, что надо понять, плохо сейчас – это нормально. Это не говорит о том, что вы слабы, это не говорит о том, что с вами что-то не так, это не говорит о том, что… Это вообще ни о чем не говорит. Это говорит только об одном. Вы человек, который умеет чувствовать и который на всех уровнях ощущает эту боль, которая происходит. Потому что, повторюсь, ситуация войны – это то, о чем мы смотрели фильмы, о том, о чем рассказывали наши бабушки, но то, чего мы даже не могли себе представить. Особенно в современном мире. И это, в общем-то, и говорит о том, что когда началась война 24 февраля, и до этого нас предупреждали, никто не верил, потому что уровень абсурда слишком высок. И то, что сегодня плохо, и это не умещается в голову, это вообще нормально. Поэтому если вы по этому поводу испытываете угрызение совести, прячетесь в норку, это не нужно делать. Момент второго. Важно понять, что жизнь все равно идет. И, как я уже говорила, напомнить себе о том, что жизнь – это некий промежуток времени. Каждому дам свой. И дам для того, чтобы мы получили какой-то внутренний опыт. Мы все состаримся так или иначе, мы все умрем. И большинство из нас не от бомб и не от ракет, к счастью. Но мы все равно уйдем. Вот это осознание должно вам напомнить о том, что жизнь – это некая игра. Некая игра, в которую мы впущены, и когда-то мы выйдем из нее. То есть это надо осознать. Мы не управляем этим процессом. Ну, то есть выйти из нее мы можем когда угодно, так бы, но мы не можем ее продлить навечно, что бы мы ни делали, потому что может произойти все, что угодно. Это осознание, оно несколько, знаете, вас отлепливает, и вы понимаете, что действительно что-то происходит помимо нас, есть сила выше, чем мы. Следующий момент. Важно осознать, что вы можете сейчас себе либо помочь, либо вы можете себе помочь потопить. Это проще. То есть продолжаем смотреть новости, бесконечно страдать, бесконечно думать о плохом, бесконечно не ходить, не гулять, не знакомиться, не общаться с знакомыми, не пытаться найти работу, не попытаться как-то по-новому, в новых условиях организовать свою жизнь, ничего типа меня не смотреть, вот просто находиться в состоянии грусти, страдания и ожидания. Вот это то, что можно сделать, но в этом случае последствия для вас будут не очень. Не очень. Потому что это даже не история про то, как говорят, что там после войны страна там останавливается от 10 до 30 лет экономически, это даже не про это. Это про то, что вы в принципе можете себя настолько сильно погнать в депрессу, что потом, ну, просто вы будете другим абсолютно человеком. В этом страдании важно задать себе вопрос, зачем, чего я хочу. Да, мне больно, и это нормально. Да, я страдаю, и это нормально, и я могу страдать за прошлой жизнью, за своими вещами, за своим домом, за своим мужчиной, за чем угодно, но я продолжаю жить. И тут у меня есть выбор, я либо продолжаю это делать, ну, либо, не знаю, можно умереть, можно пойти, ну, вот важно своему мозгу вот эту стряску устроить. И если я решила продолжать, то я начинаю жить так, как могу. Что такое жизнь? Жизнь – это всегда некое расписание. Вспомните нас в детстве. Мы либо мама, ну, что мне делать, либо школа, английские танцы, хор. Нам нужно чем-то заняться. Нам необходимо сместить фокус своего зрения с отстраданий на что-то другое, в потерь, что я потерял, на что-то, что я могу приобрести. Нам необходимо выстроить так называемые точки опоры, канаты для себя, которые нас будут держать. Например, я сегодня тренировалась в 2 часа. Я сначала час бегала, а потом дома пришла и сделала часовую тренировку с тренером на YouTube. И я всегда спросила, ну, зачем? А я ответила, потому что в любом случае я бы этот час времени как-то провтыкала. Потому что я не всегда была бы эффективна, я бы не сидела и не записывала видео каждый час. Я бы нет. Я бы поработала точно так же, но все свое время я бы не заняла. Я знаю, что у меня есть это время. И я могу либо прокрастинировать, либо работать над своим телом. Что дает спорт? Мало того, что он меняет наши внутренние гормональные, наш фон, он дает нам дармоны правильные, которые нам повышают эндорфины и прочие вещи. Не суть важна, но мы чувствуем себя лучше. Но мы смотрим на себя в зеркало каждым днем и нравимся себе все больше. Ведь каждой женщине прекрасно знакома история с тем, когда ты нравишься себе в зеркале и нет. И это влияет на нас очень мощно. Потому что когда, по крайней мере, ты знаешь, что ты хороша, твое тело сильное, оно тебе нравится, оно настолько встроенное или какое-то, которое тебе нравится, это твоя уверенность. И как ни крути, это меняет внутреннее состояние при выходе из дома и вообще при соприкосновении с реальностью. Потому что когда ты тебе еще и физически не нравишься, и у тебя еще и червячок, например, ты там раньше тренировалась, занималась, а сейчас все потеряло смысл, становится еще хуже. Поэтому для себя, например, я взяла это. Потому что месяц назад, чуть меньше, я обнаружила, например, что я стала поправляться. Что из состояния весна, я перехожу в состояние жаркого лета, здесь в Италии это раньше происходит, и что мне не нравится, как я выгляжу. Потому что в худи я выгляжу хорошо, а без худи я выгляжу уже не очень. И я решила, что это будет для меня двойной штукой. Это будет моментом для моего нового времени, потому что сейчас у меня немножко перестроился график. И это будет для меня еще и мотивацией моего внешнего вида, моего хорошего настроения. То же самое касается нового дела или старого дела. работы ваш мозг должен быть занят. Если вы ничем не занимаетесь, если у вас нету обязательств, или, ну вот как я, например, я работаю, я провожу тренинги, и мои обязательства, это я называю даты тренингов, и я их веду. Для этого мне необходимо создавать контент, чтобы постоянно люди со мной знакомились, чтобы мы взаимодействовали. Это уже моя внутренняя дисциплина. Я теоретически могу записать это видео, могу не записать, могу провести эфир, могу не провести. Это мой выбор. Но это и моя внутренняя дисциплина, потому что я тот предприниматель, который умеет себя организовать. Если вы по природе, например, наемный сотрудник, то для вас это проблема. Вам нужен начальник, который вас организует, и для вас там мотивация будет, зарплата, не знаю, там, чтобы он вас не уволил, или что-нибудь еще. Это тоже есть момент. То есть важно создать для себя некие точки опоры переключения. Да, вы можете в 10 часов вечера или в 9 брать долгожданно в группе телефон и начинать там двухчасовое страдание с бутылкой простека, не знаю, с Coca-Cola, как у меня, или с чем-нибудь еще. Вы можете это делать, но время значительно протративно. Когда вы начнете находиться в новом режиме, вы потихоньку начнете себя вытаскивать. Страдать, боль, это все нормально. Это все нормально, но ненормально, когда это становится основой нашей жизни, потому что это не позволяет нам никак развиваться. И если вы смотрели мое предыдущее видео, если нет, посмотрите, где я рассказывала о том, каким образом мы с вами можем изменять свою реальность, так вот, находясь в мыслях постоянных грусти и страдания, мы ничего к лучшему поменять не можем. Мы наоборот, только еще больше притягиваем к себе. Мы как будто на темной улице ярко окно со светом ночью, куда слетаются все комары. Понимаете? Мы являемся для негатива ловушкой, ведь мы страдающие, а страдающие всегда находятся страдающим. Новая тружка, новые увлечения, новая фокусировка на чем-то. Я, например, изначально вылазила на том, что много и ходила и рассматривала улицы. Рассматривала и фокусировала внимание на том, на чем в обычной жизни я никогда не фокусировала. Мне кажется, что я Флоренцию сейчас знаю лучше, чем в Киеве. Я знаю балконы, какие здесь есть, какие улицы, какие магазины. Есть такое некое ощущение, потому что в Киеве я в основном езжу, летаю на метле, здесь я хожила, всматривала, замечала, наблюдала и так далее. Я хочу, чтобы вы помнили о важном. Это закончится. Это непременно закончится. И станет для нас с трамплином для конкретно каждого из нас. Или это будет нашей горкой вниз. Каждый выбирает сегодня сам. Будут и одни, и другие. Будут те, кого эта ситуация подкосит, а будут те, кого эту ситуацию делают еще сильнее. Помните, что сейчас у нас появилось время получить то, что нам было нужно, но на что времени не хватало. пройти тот опыт, те ситуации, которые нам были нужны, но мы не могли этого сделать при тех обстоятельствах. Не забывайте о том, что Вселенная очень хорошая учитель. Исходя из тех мыслей, которые у нас были, тех тайных желаний, тех неудобств, каких-то сомнений, нам уданы сейчас какие-то новые возможности, которые мы можем проиграть и четко определиться. Это про нас или нет? Нам это стоит взять в свою жизнь? Эти новые привычки, эти новые качества, которые у нас появляются? Или нам наконец-то стоит это отпустить и осознать, что у нас все было значительно лучше? Не сокрушайтесь о времени, о прошлом. Мы не можем с вами удержать время. Не можем. Не стоит сокрушаться о том, что было там, подумайте о том, что вы создаете. Ведь свое завтра мы формируем в сегодняшний день. Если сегодня вы находитесь в точке бесконечного страдания и сожаления, ваше завтра не станет другим, только потому, что вы проснете. все, что мы имеем сегодня, это результат нашего вчера. Я очень надеюсь, что мои видео для вас не только интересны, но и дают вам уверенность и равновесу. Поэтому я буду очень благодарна вам за ваши комментарии, за ваши вопросы. Это даёт мне возможность снимать эти видео, которые будут доречными сейчас, которые будут вам помогать. Также я всем напомню, что я веду активное жизнь в Инстаграме. Под моим видео есть ссылка, вы можете перейти за нею, подписаться на меня, а также следствовать за моими марафонами. которые я проводлю регулярно для того, чтобы мы могли сменювать свои думки, сменювать свой внутренний світ и смотреться, как изменится наша з вами реальность, потому что самая она и есть тем житом, которого мы прагнем насправить. Обънимаю каждого и до встречи. марафонами. марафонами. Марафонами.